Чуть больше трех месяцев остается до начала хаджа религиозного паломничества мусульман, а до окончания приема заявок еще меньше. В этой связи отдел по хаджу и умбре Духовного управления мусульман Карачао-Черкесии призывает верующих, планирующих поездку в Саудовскую Аравию, заранее заняться вопросами подготовки. Ахмад Халкетчик продолжит. В прошлом году в паломничество по святым местам из нашей республики выехало 114 человек. В этом, судя по количеству уже поступающих звонков, ожидается, что желающих исполнить один из пяти основных столпов ислама будет больше. Жители республики, которые только задумываются собраться в хадж, могут обратиться в отдел хаджа и умбры Духовного управления мусульман Карачао-Черкесии за получением как консультационной поддержки, так и практической и правовой помощи. Здесь в составе организованной группы помогут пройти необходимое медицинское освидетельствование и вакцинацию, а также оформить документы. В связи со специалистами данного отдела можно по номерам, которые вы видите сейчас на своих экранах. Или же обратиться лично по адресу Черкесск, улица Кавказская, 19, Духовное управление мусульман Карачао-Черкесии. Сдать документы в отдел хаджа и умбры необходимо до 30 июня. Условия вообще хаджа в Саудовской Аравии, конечно, улучшаются каждым годом. Настоящие кондиционеры промышленные большие в этом году поставили. Даже чуть-чуть прохладновато было в палатках на Арафате. А раньше Арафат считался самым трудным днем из-за жары, из-за нахождения в полевых условиях целый день. Теперь он не является самым сложным. И вообще сложного обряда на хадже уже не осталось. Все облегчили в смысле того, что создали условия. Обряды, как они были, так и остаются. Но условия пребывания облегчили, и поэтому хадж проходит очень легко. Для совершения хаджа имеется ряд необходимых условий и предписаний, как законодательных, так и религиозных. Прежде всего, необходимо оформить загранпаспорт со сроком не менее на 10 лет, пройти медицинское освидетельствование и вакцинацию. Также, чтобы в последний момент не оказаться в числе невыездных, необходимо заблаговременно узнать о наличии штрафов и неуплаченных налогов и закрыть все задолженности. А вот для того, чтобы хадж был принят уже всевышним, в первую очередь паломничество должно быть дозволительным уровнем материального благосостояния. Обязательно, чтобы денежные средства, потраченные на совершение хаджа, были заработаны честным трудом. Также, если имеются долги, их надо вернуть или обязательно получить согласие взаимодателя. А что касается фарзов, обязательных условий и суннатов желательных процедур, руководители группы разъясняют уже непосредственно на месте. Паломников разбивают на группы по 50 человек, которых сопровождают опытные руководители. Это люди, неоднократно совершившие хадж и в совершенстве владеющие арабским языком. Они выполняют роль не только гида, но и духовного наставника в выполнении сложного религиозного обряда. Был случай, один раз со мной поехали несколько, 12 имамов в Карачаево-Черкесии. Даже им пришлось объяснять, что надо делать. Почему? Потому что они же знают теоретически, они учили, но не знают, где что делать. Поэтому приходится каждому объяснять, вот здесь Арафа, здесь в Арафе будем делать так, Муздалифа будем ночевать, в Мине будем бросать камушки и так далее. Ахмат Алкечев, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия